Хочешь знать его секрет? Он создаёт свою реальность, находит иголки в стогах сена. И откуда он знает, что в стоге есть иголка? Не знает, как и ты. Он настолько уверен, что перебирает тростинки, пока наконец не находит. Есть в нём такая черта, он может быть самым богатым в мире, но ему нет дела до денег. Для того, чтобы найти самый подходящий для нити накаливания материал, Томас Алва Эдисон перепробовал около 6000 вариантов. Угольное волокно оказалось тем самым нужным звеном. С ним лампочка получалась недорогая, а срок службы значительно дольше – до 1200 часов. Наверное, сейчас это сложно оценить, но в то время лампочка, светившая без замены 50 дней, была чем-то невероятным. Эдисон не только построил первую электростанцию в Нью-Йорке и стал продавать электричество за деньги, но и приложил руку почти ко всему, что с электричеством связано. Он ведь усовершенствовал цоколь, сделал его стандартным. До сих пор он применяется, он называется цоколь Эдисона. Переключатели различные, то есть вся вот эта, что называется, инфраструктура электрического освещения, она была создана Эдисоном. Томас Эдисон родился слабым и болезненным ребенком. В школе он проучился только три месяца и знания получал в основном в библиотеке. Уже в 9 лет он прочитал натуральную и экспериментальную философию Ричарда Грина Паркера и повторил почти все в ней описанные научные опыты. В подростковом возрасте Эдисон начал заниматься бизнесом, но главной его страстью было изобретательство, конструирование новых устройств. В 1869 году к нему пришел первый большой успех. Эдисон сделал тикерный аппарат. Это такой прибор для быстрой передачи биржевых котировок и стоимости акций. Потом он усовершенствовал пишущую машинку, разрабатывал новые принципы телеграфии и создал первый телефонный микрофон. А в 1877 году произвел чудо-прибор – фонограф. Как вспоминал Эдисон, при усовершенствовании телефонной трубки он напевал песенку. А к диафраме была припаяна стальная игла. И при напевании песенки эта пластинка задрожала, игла уколола палец. Но данный факт заставил задуматься Томаса Эдисона. А что, если создать такой прибор, который бы фиксировал и потом воспроизводил звуковые колебания? Появление фонографа вызвало всеобщее изумление и принесло Эдисону мировую славу. Еще бы, теперь у людей появилась возможность сохранять во времени звуки голоса и музыку. Эдисон считал, что его изобретение будет полезно всем. Так звучит ваш голос. На вершине корявого дерева Квенгал-Венгал сидел. Но лица его не увидишь ты из-за бобровой шапки на голове. У меня такой голос? В 1882 году Эдисон основал компанию Edison General Electric и начал агрессивно завоевывать рынок электроэнергии в США. Он строил и изобретал, завлекал низкими ценами и доступностью электричества. Он по несколько лет работал в убыток, чтобы однажды за один год покрыть их и выйти в прибыль. В общем, вел себя не как обычный бизнесмен. Так что именно к Эдисону пришел устраиваться на работу талантливый инженер Никола Тесла. Говорит, что вы, возможно, единственный подходящий для меня человек. Хотите работать на меня? Очень. Нужно запитать 12 городов постоянным током. Постоянный? Переменный гораздо эффективнее. Сотрудничество двух гениальных изобретателей не задалось. Эдисон использовал только постоянный ток. Тесла был уверен, что будущее за переменным. Собственно, противостояние концепции использования постоянного или переменного тока в то время было особенно острым. Переменный ток был дешевле и проще передачи на расстояние. Постоянный безопаснее для человека. В общем, Тесла ушел от Эдисона со скандалом. Но с бизнесом у Серба не задалось. Он открыл свою компанию, но вскоре потерял ее. Теперь это объединенная электрическая компания. И все в этом офисе принадлежит мне. Патенты, чертежи, инженеры. Все мое. Отныне ничто не будет носить имя Тесла. Неудачи Теслу не остановили, и он настойчиво продолжил заниматься созданием электротехнических устройств. Одним из них стал генератор переменного тока, который у Теслы выкупил Джордж Вестингаус, прямой бизнес-конкурент Эдисона. Концепция использования переменного тока для передачи энергии на большие расстояния становилась реальной. А значит, монополия Эдисона на рынке приходил конец. Если мистер Эдисон добьется успеха, мы можем не оправиться в провала. Ярмарка должна стать прорывом. На ней должен быть мой двигатель. Для меня Чикаго всегда был символом, городом света. И свет будет во всех городах при вашей жизни. Однако в войне токов никакой из сторон не удалось одержать полную победу. Сегодня электроника использует оба вида. В бытовых приборах и заводском оборудовании переменный. В электронике и электромобилях постоянный. То есть здесь, в общем, ничья. Но Эдисон не был бы собой, если бы остановился на достигнутом и начал почивать на лаврах. Он изучал возможности рентгена, улучшал телефонную связь, совершенствовал электроприборы и даже разрабатывал конструкцию электромобиля. Он попытался создать киноаппарат, который назывался кинетоскоп. Но кинотеатр для одному, так его можно назвать, не прижился. Хотя патент на протяжной механизм пленки, который используют современные кинотехники, принадлежит Эдисону. К слову, всего на Эдисона было записано более тысячи патентов в США и три тысячи в других странах. Что это? Для глаза это то же самое, что фонограф для уха. Тон? Дот? В 1928 году Эдисон был награжден высшей наградой США – золотой медалью Конгресса. К тому времени он уже являлся членом Национальной академии наук США. А еще через два года Томаса Эдисона своим почетным членом избрала Академия наук СССР. В Советском Союзе признавали, что без изобретений Эдисона план электрификации страны вряд ли был бы осуществлен. И это, безусловно, так. Ведь каждая из его открытий упрощала жизнь всех людей и двигала человечество по пути науки и прогресса. В мире вещей, придуманных Эдисоном, мы, в общем-то, живем и сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова